Предпраздничная суета и новогодний ажиотаж. Жители краевой столицы активно сметают товары с магазинных полок, покупают подарки близким и придумывают новые рецепты блюд. Охота что-то вкусненькое приготовить. Вы уже начали покупать продукты на новогодний стол? Помаленьку начала покупать. Расскажите, что планируете готовить? Ну, я хочу сделать два новых салата. И мясо тоже с ананасом, тоже новое. По словам покупателей, продукты по сравнению с прошлым годом ощутимо подорожали. И широкое застолье может многим ударить по семейному бюджету. В Росстате подсчитали, что новогодний стол в этом году обойдется россиянам дороже на 12-14%. Конечно, при разном продуктовом наборе расходы будут разниться. Но, как призналась большая часть опрошенных, в этом году отмечать праздник они будут скромнее. Немножко сократить количество блюд. На чем хотите сэкономить? Сэкономить? Наверное, на морских продуктах все-таки. На креветках, на кальмарах, на рыбе. Рыба красная, допустим, какая-то форель или семга. Я ее постоянно раньше брала. Но нынче я ее, конечно, брать не буду. Это же зашкаливает. Ну, вот на рыбе, естественно. Но баночку красной икры, как без нее. И это при падении цен на продукты в последнее время. По словам сотрудников магазина, стоимость многих товаров еще за три месяца до Нового года начала падать. Снижение цен значительное, да, как мы видим по мониторингу, да, допустим, с другими сетями. И ежедневно, да, проходят всевозможные, скажем так, кэшбэки, скидки на многочисленные товары, как продовольственные, так и непродовольственные. Максимальные скидки достигают до 60-70%. Среднестатистическая российская семья, по данным Росстата, на новогодний стол потратит около 6 тысяч рублей. Барнаульцы говорят, что не больше 4-5 тысяч. Правда, не стоит забывать, впереди еще 9 дней отдыха. Итак, впереди у нас Новый год. Накрываем на стол. Что у нас здесь? Лобстер, салат змейка, курочка постная, очень вкусная. Буцерброды с грибной икрой. И все же по возможности не экономить на продуктах советует барнаульский экономист, бывший доцент кафедры финансов и кредита государственного вуза Василий Привалов. Все же от качества питания, говорит он, сильно зависит здоровье. Но при этом эксперт уверен, что в будущем году жителям нашего региона придется подзатянуть пояса. Реальные доходы большей части населения, к сожалению, падают. Можно сказать крылатую фразу, жить будет сложно, но веселее. У каждого слоя населения своя инфляция. Наибольшая инфляция у беднейших слоев населения, потому что цены растут на те продукты питания, которые потребляет среднестатистический россиянин. Это там, допустим, сахар, соль, растительное масло, всевозможные крупы, сливочное масло. На них цены будут расти быстрее, чем на все остальные, чем на красную икру, красную рыбу и так далее. Специалист подчеркивает, инфляция продолжится, и, видимо, многим придется больше работать, искать дополнительные источники дохода. Поэтому на новогодних каникулах стоит позволить себе хорошо отдохнуть. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.